Ваши ангелы-хранители имеют сегодня глубокое послание для вас, раскрывая тайны, которые окутывали ваше сердце и разум. Он, важный человек в вашей жизни, сталкивается с трудностями в продвижении вперед, мучаемой вопросами о своих прошлых поступках и о том, почему вы потеряли контакт. Ангелы спрашивают, почему эта любовная связь не была сохранена. Вспомните дни, когда страсть, которую вы разделяли, горела с почти осязаемой интенсивностью, создавая моменты, когда мир казался вращающимся вокруг глубокой связи, объединявшей вас. Химия между вами была настолько осязаемой, настолько мощной, что проявлялась в каждом жесте, каждом взгляде и каждом касании. Эта исключительная связь не оставалась незамеченной. Она была настолько очевидной, что все вокруг, друзья, семья и даже незнакомцы, могли почувствовать живую энергию, которую вы испускали. Те, кто имел счастье познакомиться с вами в это время, не только поддерживали, но и глубоко восхищались этим отношением, признавая его как что-то поистине редкое и особенное в этом мире. Вы были подобны Венере и Марсу, двум небесным телам в идеальной гармонии, каждый идеально дополняя друг друга. Вместе вы озаряли мир ярким светом вашей любви, принося красоту и вдохновение всем, кто пересекал ваш путь. Связь, которую вы разделяли, превосходила поверхностная. Это была связь души и сердца, глубина соединения, часто отсутствующая в современных отношениях, где часто преобладает поверхностность. Однако, несмотря на эту настолько интенсивную и, казалось бы, неуязвимую связь, наступил момент, когда вы, столкнувшись с сложностями жизни и неизбежными изменениями, приняли мучительное решение идти по отдельным путям. Вы выбрали новых партнеров, оставив позади то, что когда-то было неразрушимым союзом. Почему я снова поднимаю это? Он сталкивается с трудностями в продвижении вперед, мучимый сомнениями о том, что на самом деле произошло, и задается вопросом, почему вы не поддерживали контакт. Он видит, как вы двигались вперед, добиваясь успеха и получая признание после разочарования. Да, действительно было большое разочарование. Возможно, вы не провозглашали свои чувства миру или не писали книгу, детализирующую вашу боль, но вы точно глубоко почувствовали эту потерю. Теперь он наблюдает за вашим возрождением, изумленный и пораженный тем, как вы возникли из пепла, чтобы достичь успеха и признания. Он не был просто еще одной половинкой, среди многих он мог считаться одним из наиболее влиятельных в вашей жизни. Годы прошли, но воспоминание о друг друге остается живым. Он часто появляется в ваших мыслях, возможно, даже в ваших снах. Ваше сновидение – это сокровищница, полное воспоминаний о любви и преданности, в то время как ваш подсознательный разум продолжает рисовать сцены альтернативных реальностей, где вы все еще вместе. Как так может случиться, что такая интенсивная и глубокая связь просто исчезает в никуда. Этот вопрос даже сбивает с толку ангелов, которые задаются вопросом, почему вы позволили истинной любви ускользнуть из ваших рук. Однако он, который так много разделял с вами, понимает глубины вашего сердца. Он знает, что где-то внутри вас грусть от разлуки все еще звучит. Даже на расстоянии он наблюдает, улавливая мгновения ваших оставшихся чувств и хорошие воспоминания, которые вы вместе построили. Он видит в вас не просто кого-то, а самого преданного, отданного и волшебного, кого он когда-либо встречал. Несмотря на то, что вы, возможно, нашли новую любовь, особая связь, которую вы оба разделяли, продолжает настаивать, связанная не только временем, но и пространством, объединенная эфирной, невидимой и непреодолимой связью. Вы выбрали друг друга, и теперь, с терпением, ждете подходящего момента, чтобы, возможно, возобновить то, что было приостановлено. Возможно, вы ждете более благоприятных финансовых условий или более стабильной жизненной ситуации, прежде чем попытаться восстановить связь. Это взаимопонимание того, что текущая фаза в жизни каждого не является окончательной, а лишь переходным периодом, который нужно преодолевать осторожно. В этом сложном уравнении эмоций и решений многое зависит от множества факторов. Ситуация далека от простоты, и ни один из вас здесь не несет печать полной невиновности. Важно отметить, что мы не говорим о измене или о какой-либо форме неверности. Оба сохраняют свои благородные и чистые намерения. Вы не предали своих текущих партнеров или души, с которыми каждый из вас связан сейчас. Взаимное уважение к текущей ситуации каждого остается непоколебимым, и верность вашим нынешним обстоятельствам не подлежит сомнению. Несмотря на прошедшее время и разные жизни, ваша особенная связь продолжает быть живой и настоящей, ткачей невидимого ковра воспоминаний и чувств, которые ни один из вас не может игнорировать. Очевидно, что вы оба часто упоминаете друг друга в разговорах с друзьями и общими знакомыми, подчеркивая, насколько глубока и значима была и остается эта связь. Это не просто какое-то соединение, это настоящая космическая связь, связь, которая выходит за рамки обычного и простирается в область мистического и необъяснимого. Даже спустя годы вы продолжаете разделять телепатическую связь, молчаливое, но чрезвычайно мощное общение, которое превосходит ограничение времени и пространства. Эта любовь, которую вы испытываете, не ограничена временем, она вечно и, по таинственным путям, вы продолжаете быть верными друг другу. Ваша верность, любовь и духовная связь выдержали испытание временем, оставаясь непоколебимыми вопреки трудностям и изменениям в ваших личных жизнях. Теперь, столкнувшись с этим неоспоримым доказательством связи, которое отказывается растворяться, на вас ложится ответственность исследовать и обнаружить истинный смысл этого устойчивого союза. Возможно, вы разделяли жизни в прошлых воплощениях. Суждено ли вам встретиться в этом воплощении? Ответы на эти вопросы могут раскрыть, почему ваша связь кажется настолько интенсивной и неизбежной. Возможно, вам предначертано сыграть вместе значимую роль, выходящую за пределы традиционного понимания романтики, стремясь к более высоким целям, которые вы еще полностью не осознаете. Иногда мы обладаем божественными задачами, задачами, которые нам предоставлены и которые не имеют смысла в свете нашего мирского понимания, но которые являются неотъемлемыми для роста и эволюции наших душ. У каждого из нас есть уникальные духовные контракты с особыми людьми в нашей жизни, контракты, которые вызывают нас, формируют нас и направляют нас на путь нашего истинного духовного путешествия. Он знает вас способом, который выходит за рамки общего понимания, глубже, чем кто-либо еще. Между вами существует постоянное телепатическое общение, обмен мыслями и чувствами, которое преодолевает преграды времени и пространства, раскрывая необычную глубину связи, которую вы разделяете. В этот момент вы можете задаться вопросом, как вы действительно видите его? Он друг, любовник, брат, сестра или супруг в вашей жизни? Вы оба связаны стремлением возродить эту особую связь, хотя вы не уверены, что это обновление действительно включает в себя. Стоит заметить, что он бережно хранит все разделяемые воспоминания, храня каждый момент, проведенный вместе, в особенном месте в своем сердце. Эти воспоминания драгоценны, свидетельствуя о совместной истории, которая, несмотря на внешние проявления конфликтов, ревности или разлуки, все проявления низшего эго, ваша душа признает глубинную истину этих моментов. Эти внешние трудности не могут замаскировать реальность любви, которую вы разделяете, любви, которая чиста, глубока и неоспорима реальна. Любовь без условий, поистине одно из самых редких и драгоценных чувств, которые два существа могут разделять, определяет уникальную природу отношений, которые вы оба выращивали со временем. Эта любовь не только поверхностное чувство, она чиста, глубока и истинна, выходя за пределы обычных обстоятельств и преодолевая поверхностные черты, которые часто характеризуют человеческие взаимодействия. Этот вид любви выдерживает испытания и остается постоянным, независимо от внешних изменений или жизненных вызовов. Вы, безусловно, взаимное благословение, освещая пути друг друга с интенсивностью и страстью, которые многие ищут, но немногие действительно находят. Присутствие друг друга в ваших жизнях – это как маяк надежды и любви, свидетельство силы подлинной и глубоко укоренившейся связи. Однако, даже перед такой значимой любовью крайне важно, чтобы оба уделили время тщательному самоанализу относительно текущего состояния своих романтических отношений. Будь то с давним партнером, супругом или, возможно, новой страстью, которая начала расцветать, важно искренне оценить, где вы сейчас. Спросите себя, это действительно тот человек, с кем вы хотите провести оставшуюся часть своей жизни? С ним вы представляете себе каждое ваше завтра, старея рядом, разделяя каждый момент радости и каждый вызов. Если ответ не ясен или есть колебания, возможно, пришло время переоценить эту связь из прошлого. Жизнь предоставляет нам множество двойников души, каждый из которых предназначен научить нас чему-то ценному или поделиться главой нашего путешествия. Пусть эти слова раздавятся в вашем уме и сердце. Помните, что вы глубоко любимы и защищены вселенной, постоянной опорой, которая никогда не подводит. Оставьте также положительное сообщение в комментариях для тех, кто, возможно, нуждается в утешении или немного света в свои дни. Давайте подниматься вместе, обмениваться хорошими энергиями и поддерживать друг друга в стремлении к полной и счастливой жизни. Пусть благословение Бога и мудрость вселенной всегда направляют вас к миру, вере и утешению. Пусть каждый ваш шаг будет освещен уверенностью, что вы идете по правильному пути. И, даже в моменты сомнений или неуверенности, знайте, что вы никогда не остаетесь в одиночестве. Пусть это понимание вдохновит вас принимать решения, соответствующие истинной цели вашей души, и пусть, делая это, вы найдете не только счастье, но и глубокое чувство удовлетворения. Аминь.